Уважаемые коллеги, переходим к следующему докладу, который нам представит Светлана Ивановна Жукова, Иркутский филиал МНТК микрохирургии глаза имени Академика Фёдорова, Ангио-ОКТ, диагностики и прогнозирование ишемических заболеваний сетчатки и зрительного нерва. Вам слово. Светлана Ивановна Жукова, Ивановна Жукова, Патология сосудистой системы глаза является одной из ведущих причин слабоведения, слепоты, инвалидности по зрению. Механизмы развития ишемии обусловлены поражением различных звеньев системы кровообращения, разнообразием клинической картины и отсутствием единого патогенеза, тем не менее в основе их ассоциированы с нарушением надриноглазного кровотока и микроциркуляции. Поиск наиболее информативных методов диагностики ишемического поражения сетчатки, зрительного нерва, оценка информативности сети ангиографии и сопоставление ее с показателями морфо-функциональной изменения сетчатки, выявление маркеров ишемии, их роль в прогнозе заболевания и эффективности лечения определили цель и задачи нашего исследования. Для реализации поставленной цели мы обследовали три группы пациентов с различным патогенезом заболевания. Это пациенты с окклюзией центральной венной сетчатки, это дети с эссенциальной артериальной гипертензией и дети с друзами дискозрительного нерва. Группу контроля составили, было две группы контроля, это взрослые и дети соответствующего возраста без офтальмопатологии. Для того, чтобы оценить информативность метода о сети ангиографии, данные о сети сопоставлялись с показателями стандартного офтальмологического исследования и дополнительных методов диагностики. Я сразу немножко оговорюсь, что к моменту появления данного прибора работы во всех трех группах были практически завершены, и нами были уже определены маркеры ишемии, в принципе мы были сформулированы уже действия, выводы определенные. Но когда появился у нас в руках данный метод, конечно у нас было две цели, проверить свои выводы и оценить информативность данного метода диагностики. Но не буду останавливаться на математических аспектах, то есть скажу, что визуализация сосудистого росла сетчатки реализована на возможности регистрации движения крови в просвете сосуда. В принципе мы получаем ангиограмму, то есть это карта сосудистого рисунка сетчатки, похожая на ту, которую мы привыкли видеть при флюоресцентной ангиографии. Но в отличие от флюоресцентной ангиографии визуализация кровотока сетчатки осуществляется с учетом ее сегментации. Мы видим карту сосудистого рисунка на уровне, то есть поверхностного сосудистого сплетения на уровне слоя нервных волокон. Это глубокое сосудистое сплетение, которое расположено между внутренним ядерным слоем и наружным плексифорным слоем. Это авоскулярная зона и зона хориокапилляров. Площадь сканирования лимитирована длиной сканов и составляет 3х3 и 4,5х4,5 мм для зоны дискозрительного нерва и 3х3, 6х6 и 8х8 мм для макулярной области сетчатки. Хочется сказать, что при увеличении площади сканирования, естественно, разрешающая способность изображения уменьшается. Поэтому рационально, конечно, делать одному пациенту серию сканов различной длины, что расширяет, естественно, возможности диагностического метода. Но поскольку у нас уже были определенные выводы, определенные маркеры ишемии выявлены, нас интересовали именно количественная оценка кровотока. То есть что нам может дать ангиосети? Это площадь сосудистого потока, которая определяется в центральной зоне сетчатки. Радиус этой зоны 1,25 мм. Естественно, это также можно согласно сегментации сетчатки. Это поверхностное сосудистое сплетение, глубокое сосудистое сплетение и хориидальный кровоток. Единственное, что при статистической обработке результатов, при количественной оценке следует нецелесообразно и некорректно сравнивать протоколы, где различный уровень сигнала. Потому что данные будут абсолютно разными. Также некорректно сравнивать протоколы, где сканирование выполнено различной длиной скана. Здесь на данном слайде представлены протоколы одного этого пациента с интервалом буквально несколько минут. И вы видите, несмотря на то, что у нас зона оцениваемая одинаковая, 1,25 мм там и там. Но в верхней части слайда это 3 мм скан, в нижней части 6 мм. И посмотрите, насколько отличаются показатели приборов. Поэтому для статистической обработки, для сравнения одного пациента в динамике, либо каких-то групп пациентов, естественно, нужно брать сканы соответствующие. Значит, второй показатель, который нас интересовал, это индекс сосудистого потока. Он пропорционален площади сосудистого рисунка и скорости кровотока. То есть, по сути, это площадь функционирующих сосудов. Также, согласно сегментации сетчатки, и для сканов 3 мм это парафавиолярная зона, для сканов 6 на 6 и 8 на 8 мм это парафавиолярная и перифавиолярная зоны. При наличии зон неперфузии мы можем вычислить площадь этих зон. Так, и теперь попробуем перейти к нашим патологиям. Ну, окклюзия вен сетчатки, как известно, это многофакторное заболевание. И основной причиной снижения зрительных функций это является ишемия, конечно, которая иницинирует и поддерживает развитие ретинального отека. Значит, что же у нас, какие параметры вышли как критерии ишемического повреждения сетчатки? Это амплитуда B-волны максимальный R и амплитуда осцилляторных потенциалов. О чем нам говорит снижение амплитуды B-волны? В первую очередь говорит о локализации процесса, это внутренние слои сетчатки. Потом снижение амплитуды B-волны более выражено по сравнению со снижением амплитуды A, влечет за собой снижение нейроглиального индекса, а это не что иное, как индекс ишемии сетчатки. Осцилляторные потенциалы характеризуют нам межнейрональные взаимоотношения. При снижении осцилляторных потенциалов мы видим выраженное нарушение межнейрональных взаимоотношений опять же во внутренних слоях сетчатки, характеризующие как раз ишемию этих слоев. Дальше мы, согласно классификации Кацнельсона, который разделяет степень ишемических поражений сетчатки по площади вовлечения в патологический процесс капиллярного ложа перифавиолярного, мы попробовали оценить, то есть согласно этой классификации, как раз данный метод исследования. На слайде приведены два клинических случая, которые нам наглядно демонстрируют совершенно различные площади неперфузии и, соответственно, различную плотность сосудистого потока. То есть по цифрам мы это можем абсолютно посмотреть, а площадь неперфузии, она видна даже невооруженным глазом. Таким образом, наиболее значимыми критериями ишемии сетчатки у пациентов с окклюзией вен выходит у нас зона неперфузии макулярной области, амплитуда B-волны смешанной ЭРК и амплитуда осцилляторных потенциалов. Мы предлагаем классификацию ишемического поражения макулярной области, где выделяем три степени, которые в основу классификации легли как раз критерии ишемии, о которых было сказано выше. Значит, правильность наших выводов как раз подтверждает клинические примеры, с которых я уже начала. То есть видно в первом клиническом примере, где зона неперфузии и степень гемодинамических нарушений, то есть небольшая, и мы получили на фоне лечения практически полное восстановление зрительных функций. И во втором случае, где зона неперфузии и выраженное снижение электрофизиологических показателей были значительно выше, мы видим, что несмотря на значительное снижение площади и высоты макулярного отека, восстановление зрительных функций, к сожалению, не произошло. Но что мы оцениваем при диагностике и лечении окклюзионных поражений? То есть эти пациенты приходят к нам в стадии формирования ранних или поздних уже постокклюзионных осложнений, а не в период развития заболевания. В то время как при анализе парного глаза пациентов с окклюзией венцетчатки мы видим, какие выраженные изменения сосудистого рисунка у этих пациентов есть. Поэтому, естественно, напрашиваются выводы. Включение АКТ ангиографии в алгоритм обследования пациентов группы риска, что, естественно, позволит выявлять патологические изменения кровотока на более ранних стадиях, предпринимать какие-то мероприятия, которые позволят нам избежать столь грозных осложнений и потери функций у пациентов. Следующий блок – это эссенциальная артериальная гипертензия. То есть, естественно, артериальная гипертензия – один из важнейших факторов риска развития кардиоваскулярной патологии и смертности. Понятно, что истоки артериальной гипертензии находятся в детском и подростковом возрасте, когда происходит становление основных механизмов регуляции деятельности сердечно-сосудистой системы. И наиболее предрасположены к развитию заболевания – это дети препубертатного возраста, что во многом определяется свойственными этим периодами детства – вегетативными дисфункциями. Длительность некомпенсированной артериальной гипертензии приводит к возникновению осложнений со стороны органов мишени, определяя прогноз заболевания. К сожалению, в 2003 году в ГЛАС как орган мишень СМИ был исключен из перечня органов мишени, но, как показывает практика, по-моему, совершенно зря. У всех пациентов, я сразу скажу, что у детей острота зрения была единица. То есть мы исключили всю рефракционную патологию, какую-то сопутствующую патологию, и острота зрения у всех этих детей была единица. Тем не менее, мы видим, что повышение системного артериального давления сопровождается нарушением функциональных изменений зрительных функций. Это уже упомянутые электрофизиологические показатели, которые характеризуют нам ишемию сетчатки. И это дисбаланс сосудистой системы в орбитальных сосудах. Что же нам показало исследование ангиографии? Мы видим выраженное снижение площади сосудистого потока у пациента, у детей социально-артериальной гипертензии, особенно на уровне внутреннего слоя, капиллярного слоя. Но учитывая, то есть здесь, в принципе, выводы сразу как бы напросились, но при высокой остроте зрения, при минимальных изменениях на глазном дне, то есть практически не было выявлено, такую сосудистую патологию, конечно, мы ее отнесли к площади, к наиболее информативным и значимым критериям ишемии. То есть мы включили сюда площадь сосудистого потока, амплитудные показатели электрофизиологических исследований и скоростные показатели диастолического кровотока и индексов орбитальных сосудов. Но не факт, что такое выраженное снижение кровотока обусловлено снижением функционирующих сосудов на уровне внутреннего, то есть глубокого капиллярного сплетения. Возможно, учитывая, что мы видим снижение диастолического кровотока, возможно, возникают трудности просто распознавания сосудов с низкой скоростью кровотока из слабого метода. То есть, возможно, это можно отнести к, так скажем, не недостаткам, а просто ограничениям данного метода. Но, тем не менее, эссенциальная артериальная гипертензия детей и подростков сопровождается комплексом структурно-функциональных изменений зрительной системы, которые на данной стадии носят доклинический характер, но в дальнейшем могут явиться основой для формирования гипертонической хореретинопатии и стойкого снижения зрительных функций. Как известно по статистике, 20% детей из группы эссенциальной гипертензии пополняют ряды взрослых гипертоников. То есть, возможно, поэтому необходимо как можно раньше выявлять гемодинамические изменения с целью их коррекции на стадии так называемого терапевтического окна, когда нет еще выраженных изменений со стороны органа зрения. Четной и следующий блок – это друзы дискозрительного нерва. Как известно, друзы дискозрительного нерва – это не что иное, как геолиновая дистрофия, пусковым механизмом которой является альтерация сосудистой стенки, повышенное пропотевание белков плазмы крови в перевоскулярное пространство и их обызвецление. На сегодняшний день диагностика друз дискозрительного нерва не составляет никаких трудностей. Но зачастую она сводится к констатации факта их наличия без учета функциональных изменений сетчатки и зрительного нерва. Однако снижение функциональной активности, как показала практика, очень зависит от локализации друз. Здесь в данной ситуации нам, конечно, на помощь приходит НФС-технологии, где мы можем посмотреть непосредственно локализацию друзы, глубину ее заликания, оценить ее близость к сосудистому пучку, тем самым прогнозировав течение заболевания. Понятно, что вот здесь приведены примеры, где диски буквально нафаршированы этими друзами на различных уровнях. Порой иногда даже сосуды приподнимаются над этими друзами. Без сомнения, конечно, такие образования оказывают компрессионное воздействие. Светлана Ивановна, извините, пожалуйста, регламент. Все, я уже заканчиваю. Очень долгий у вас доклад, а у нас еще 4 докладчика на полчаса. Как на диск диска зрительного нерва, так и на сосудистую стенку. Показатели, которые выявили мы, представлены на слайде, они как раз характеризуют ишемические нарушения сетчатки и снижение функциональной длинности ганглиозных клеток сетчатки. Ангиография нам демонстрирует выраженное наличие больших зон неперфузии в перепапулярной зоне сетчатки, и они коррелируют с объемом ДРУС в диске зрительного нерва и степенью промененции ДРУС. Что мы видим? Что по мере, так скажем, нахождения ДРУС на диске зрительного нерва со временем происходит прогрессирование как сосудистых изменений, так и видим, что прогрессирует нейродегенеративный процесс. Мы видим снижение ганглиозных клеток сетчатки в центре. Не всегда мы можем оценить толщину слоя нервных волокон перепапулярно, поскольку программное обеспечение прибора просто не позволяет обсчитать при таких выраженных изменениях. Тем не менее, стандартная автоматическая периметрия и поляризационный анализ. Здесь мы попытались совместить поляризационный анализ с инфейс-изображением, и мы видим четкое, то есть величина вектора соответствует степени потери толщины слоя нервных волокон перепапулярно. То есть вы видите, что наиболее выраженные изменения как раз отмечаются по ходу локализации крупных ДРУС. И таким образом, наиболее информативными показателями у пациентов с ДРУСами дискозрительного нерва это площадь сосудистого потока, наличие зоны перфузии перепапулярно и электрофизиологические показатели, скоростные показатели кровотока в орбитальных сосудах. Значит, цель, вернее, тактика врача, конечно, при выявлении ДРУС дискозрительного нерва, особенно если речь идет о детях, это выявление и коррекция метаболических нарушений и лечение системных хронических заболеваний. То есть, и заканчивая свой доклад, я хочу сказать, что мы, конечно, получили новый неинвазивный, безопасный информативный метод визуализации сосудистых структур, расширяющий наши возможности в изучении кровотока, сетчатки, дискозрительного нерва и охориидеи, который, конечно, даст толчок к развитию данной и перерассмотрению, возможно, будут пересмотрены механизмы патогенеза многих заболеваний. Данные ОКТ ангиографии, можно сказать, с уверенностью, что объективны, сопоставимы с показателями морфофункциональных изменений, технология перспективная, продолжает развиваться и совершенствоваться, и, я думаю, за ней большое будущее. Спасибо за внимание.